И если первый сезон проекта «Битва блогеров» был экспериментальным, второй — более продуманный, взвешенный, но не менее эффективный. Во втором мы, естественно, учли те недостатки, которые были. Они в любом случае были, потому что когда ты начинаешь что-то новое, сколько бы ты ни продумывал, всё равно что-то будет не так. Второй сезон, он более насыщенный, даже не так, более качественный по мастер-классам. Он удобнее локально. В общем, мы постарались сделать этот сезон лучше. Уговаривать не пришлось, мы не раздумывали и, так сказать, уходим в это с головой, со всей отдачей. На самом деле, мой совет — никогда не читать отзывы перед проектом. То есть ты уходишь в него, в этот проект, смотришь уже потом результаты. Главное, ну, это может быть, в принципе, не только в моей жизни. Сначала нужно действовать, да, а потом уже как-то, наверное, уже осматриваться и результаты все поглощать. Потому что если смотреть на отзывы, у всех восприятия у людей совершенно разные. Участие в «Битве блогеров» — это не только лекции по ведению Инстаграма. Это ещё и практические задания — узнать что-то новое и сделать об этом пост. Судя по лицам и по экскурсии по нашей сегодняшней, я думаю, что все довольны. Останутся и передадут уже все свои эмоции дальше за пределы своих, так сказать, интернет-возможностей. В целом, да, мы прошлись по нашему комплексу, мы посмотрели, что где находится. Весь наш соцпарк — это детские садики, это химчистки, это магазины, галереи, бутики, школы по дизайну, по архитектуре. Всё это находится в одном месте. И буквально мы это прошли всё за пять минут. По составу битва получается очень сильная. То есть у нас нет здесь молодых людей, 20-летних, да, то есть реально здесь все люди, за которыми стоит либо бизнес, либо они сами прокачивают свой личный бренд и являются сами брендом. Поэтому в этом плане состав битвы очень сильный. И нам приятно, что портрет нашего битвовца, так мы его называем, он очень сильно отличается от марафонца. Что касается наставников, по-разному. Кто-то шёл конкретно к какому-то наставнику, потому что говорил, вот я за ним наблюдаю, мне очень интересно перенять его опыт. То есть половина ребят вот таких, которые пришли на наставников. А половина ребят, которые говорили, что мне это очень интересно, но мы их, мы рекомендовали пойти к тому или к другому в зависимости от пожеланий. Кто-то хотел бизнес прокачать, кто-то хотел больше работать с личным брендом, кто-то с вовлечённостью аудитории. И у каждого наставника всё равно у него немножко своя тема, своя идея общения. Сегодня второй сезон битвы блогеров достиг экватора. А это промежуточное подведение итогов перед выходом на финишную прямую.